Пиво Пиво специфический горьковатый привкус. Но самое интересное, что хмель содержит фитоэстрогены, растительные аналоги эстрогенов, женских половых гормонов. В сутки в организме здоровой женщины вырабатывается примерно 0,3 миллиграмма эстрогенов, половина крупинки сахара. Но этого количества вполне достаточно, чтобы женщина оставалась женщиной. Содержание фитоэстрогенов в одном литре пива в 100 раз больше, до 36 миллиграммов. От переизбытка этих гормонов у женщины развиваются тяжелые эндокринные нарушения. Рост волос на лице, ожирение, огрубение голоса. Чем раньше девушка приобщается к пиву, тем меньше у нее шансов родить здорового ребенка. При варке пива, даже без алкогольного пива, в раствор пива добавляют хмель. А хмель – это наркотическое растение, ближайший родственник конопли. Так вот, при выварке хмеля в раствор пива, даже без алкогольного, вывариваются вещества, которые называются фитоэстрогены. У мужчин фитоэстрогены пива подобляют выработку тестостерона – мужского полового гормона. Постепенно в организме мужчины начинают доминировать женские гормоны. У любителя пива со временем растет живот. Развивается очень опасное для здоровья висцеральное ожирение. Набухают грудные железы. Пропадает влечение к женщинам. Развивается половая слабость. Больше всех в Европе от пива пострадали Германия и Чехия. И в Чехии самая популярная поговорка о пиве такая. Любитель пива подобен арбузу. У него растет пузо, но отсыхает кончик. Кончик отсыхает. Очень тонкое наблюдение сделали чехи насчет пива. По женскому типу на бедрах и талии откладывается жир. Мышечная масса также замещается жиром. И у любителя пива смещается гормональная равновесие в сторону женского начала. То есть он из мужика потихоньку начинает превращаться в бабу. Редактор субтитров А.Семкин